Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я вам хочу показать, как можно перекрасить любой объект, либо предмет в программе Adobe Photoshop на другой цвет. Абсолютно любой. Вы не можете сказать, что в принципе уже устали от этой темы. Самый ленивый блогер не показывал нам это, что и даже на твоем канале уже это есть. Но я хочу вам показать действительно очень быстрый, оригинальный и эффективный способ, как это делается. При помощи карты градиента, корректирующего инструмента, вернее корректирующего слоя. Для этого нам нужно необходимый предмет, ну, конечно же, выделить. Ну, давайте мы попробуем кофточку этой модели изменить в цвете. Я немного прибавляю, ее поближе делаю. Ну, беру, например, инструмент быстрое выделение. Он, я думаю, здесь подает лучше всего. Он работает как кисть, да, и выделяю, соответственно, эту кофточку. Не буду ее уточнять, а это другой вопрос. Кстати, вот здесь вот тоже это попало в область выделения. Беру минус кисточка и провожу по этому месту. Все нормально. Вот эта блузка у нее в области выделения. Затем, когда выделение у нас есть, я применяю корректирующий инструмент, который называется карта градиента. Вот он, да. И, соответственно, у нас по умолчанию применяется градиент от черного к белому. Ну, может быть, наоборот. Но мы его оставляем. И, соответственно, начинаем менять, подбирать необходимые цвета по следующей схеме. Ну, по самому градиенту я щелкаю. У меня открывается редактор градиентов, либо конструктор градиентов, его еще могут называть. Здесь у меня два движка, черный и белый цвет. Это оставляем, их оставляем без изменения. Потом, ну, например, в центре добавляем новый маркер. И для этого маркера мы берем какой-то определенный цвет. Ну, например, давайте попробуем покрасить в красный цвет. Вот я беру красный цвет примерно здесь, да. Нажимаю ОК. Вижу, что у меня окрашивание произошло. Теперь я этот маркер двигаю немного вправо, где-то на одну четверть, да. И потом вот в этом месте снова добавляю маркер. Он у меня добавит того же цвета, что и правый. Но уже в этом маркере я опять иду в палитру цветов. И вот по прямой вниз спускаюсь, где-то вот сюда, вот, видится, в темные цвета этого же оттенка. И щелку. И смотрите, видите, у меня уже появился вот такой цвет у данной блузки. И перекрашивание, ну, другой цвет произошло очень эффективно. Давайте нажимаем ОК. Кроме всего этого, вы можете, двигая вот эти движочки, прибавлять интенсивность данному цвету. Видите, например, он становится более таким насыщенным. Либо, если я буду, значит, двигать его влево, влево, то он будет светлее выглядеть. То же самое будет происходить и с этим движком. Ну, вот, тоже он меняет некоторые оттенки, да. Но когда они находятся вот в такой вот, ну, каждый движочек, каждый маркер находится в одной четверти. Вот один, второй, третий и четвертый белый. Ну, соответственно, здесь можете подыграть. Ну, вот, собственно говоря, и весь способ. Если вы, допустим, хотите перекрасить другой цвет, то берете другой цвет и все. Единственное, что, смотрите, если вы занимаетесь подбором цвета, например, вам красный не понравился, да, и вы хотите изменить, ну, например, не знаю, какой-нибудь фиолетовый. Вот вы в этот маркер идете, вот он цвет, да. Подбираете, ну, например, ну, действительно фиолетовый давайте выберем. Вот, видите, фиолетовый цвет я выбрал. Ну, нам желательно, чтобы вот в этом движке, вот в этом маркере тоже был фиолетовый, но вот с этим оттенком. Поэтому, смотрите, чтобы этого произошло, я предлагаю что делать, например. Я предлагаю скопировать вот этот номер цвета, да, Ctrl-C нажимаю, нажимаю ОК. Потом иду вот в этот маркер, он до сих пор у нас остается другого темно-красного цвета. Сюда вставляю Ctrl-V, нажимаю тот цвет, который я выбрал. И уже для этого маркера я опять в черный цвет спускаю курсор, ну, вот этот, как бы, маркер проба цвета, для того, чтобы, ну, как бы, выбор цвета, либо подбор цвета происходил, ну, в более правильном алгоритме. Нажимаю ОК, и вот теперь у нас имеется уже фиолетовый цвет этой кофточки, яркость которого, ну, и интенсивность цвета, которого мы тоже можем менять. И так мы поступаем для каждого цвета. Надеюсь, вам понравился данный инструмент и данный способ. Вот, давайте я нажму ОК, это тоже я закрою, и вы будете им пользоваться. Вот так было, так стало. И, в принципе, для любого цвета здесь мы можем выбирать все, что угодно. Вот и все. Спасибо за внимание. С вами был Александр Семенов. До новых встреч.